Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок, поехали! Итак, сегодня мы с вами будем делать мне самый последний большой пальчик на моей руке. Мы с вами на этой руке попробовали уже верхние формы, классическое моделирование. Два пальца сделали наращиванием на стекловолокно, причем сделали это совсем необычно. Ну и последний палец у нас остался, конечно же, на типсы. Почему бы и нет? Тем более у меня давным-давно завалялась пачка выигранных на конкурсе типс, которые имеют тот изгиб, который мне безумно нравится. Но я с ними уже не работала, ну вернее, как я с ними уже не работала. Я с ними совсем не работала с того момента, как их выиграла. То есть они у меня валялась себе пачка, никого не трогала. Тут Даша решила, почему бы не сделать себе палец на типс. Итак, классическим способом подготавливаем ноготочек, снимаем весь материал, подбираем по размеру типсик и понимаем, что никакого клея для типс у меня, конечно же, нет. Потому что никакими типсами я работать в принципе никогда не собиралась. Это мне вот сейчас что-то приснилось. Поэтому я решила типс приклеить непосредственно на акрилатик. Ну а почему бы и нет, если вставить типс и зафиксировать его при помощи акрилатика и потом заполимеризовать, то почему бы это не стало тем клеем, который нам нужен. И в принципе действительно это сработало. Никаких проблем с отслоением, с отколом, с какими-то там выпадающими углами у меня до сих пор не возникло. Хотя на данный момент прошло уже около двух недель носки. Поэтому возьмите на вооружение такой способ, если у вас нет клея для типс, но есть типсы, которые вам очень хочется куда-нибудь прилепенить, пожалуйста, лепеньте их на акрилатик. Ну и в данном случае я решила, почему бы мне на этом пальце не сделать выкладной аквариумный френч. Раз я уже начала выкладывать акрилатик в форме удлинения для того, чтобы зафиксировать свой типс, почему бы мне это не продолжить. Поэтому я решила выстроить акрилатиком полностью всю высоту ногтевого ложа, которое мне необходимо. И потом уже непосредственно на сам прозрачный типс достроить аквариумный френч. Поэтому моделируем ногтевое ложе, как я вам говорила. Я сейчас тестирую для вас серию акрилатиков. Если мне все понравится, если меня все устроит, то они появятся в продаже в магазине. После того, как смоделировали удлинение, подпиливаем линию улыбочки. Это нам необходимо для того, чтобы аккуратненько достроить тот френч, который нам необходим. То есть, потом весь остальной оставшийся кончик у нас будет именно френчем. Для того, чтобы следующий материал лучше сцепился с нашим типсом, я его немножечко зашершавила, то есть, пилочкой немножечко сбила глянец с поверхности типса. И теперь при помощи геля желе белого цвета делаю вот такие вот очень высокие какие-то штучки. Именно эти штучки потом у меня где-то пропилятся, где-то выпилятся и дадут аквариум в моем ноготочке. Ну и, собственно говоря, в аквариум всегда можно впихнуть невпихуемое. Поэтому берете все, что у вас невпихуемое впихнуть хочется и запихиваете его в аквариум. Логика именно такая. Берем все, что есть у нас под руками и это все закладываем каким-то непонятным образом. Чем непонятнее, тем интереснее. Потому что чем непонятнее мы его заложим, тем непонятнее оно потом еще и пропилится. И, соответственно, результат у нас будет совершенно непредсказуемый. Продолжение следует... Перекрыли наш аквариумный дизайн и выпиливаем. Для того, чтобы меньше пилить ручками, пилим на грязную машинкой. Перекрыли наш аквариумный дизайн и выпиливаем. Пока! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...